У эфира программа «Новина региона» в студии Алена Милишчанкова. Витаю вас сегодня в выпуске. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Витаю вас сегодня в выпуске. Просто благосостояние нашего человека. Как дать людям в 2021 году элементарные выгоды, для этого теперь идут ремонты по Ухим Кличеве. При нам все на улице Ленинской ремонтуют шесть жилых домов. Их же хоры меркуют теперь и про систему оттепления. Центральное оттепление, я думаю, что вопрос сложный, но поскольку подвод газа имеется в этих домах, то с приходом водопровода появится возможность перейти на индивидуальные газовые котлы. Я думаю, что это вопрос перспективы. А кроме ремонта домов, у Кличеви будуется и новое жилье. А маль готовый 32-кватерный дом по улице Советской, подмурок якого заклали на початку весны. И новоселье целиком махчима до Кличевских дожинок. Так само в городе ремонтуют дороги и господаршим способом упородкуют аутостоянки Боррайонный центр, особливо у базарных шоцвер, спытывая в острый недохуб парковочных мест. У вогули, працейдя у Кличеви на усих накерунках. В нашем городе Кличеве, посмотрите, полюбуйтесь, какие площади. Мы сначала сетывали на то, что деревья там все, но теперь и такая красота неописуемая. И ходить просто по этим площадкам очень приятно. И детям, и внукам. Вот такое вот, знаете, настроение народа поднимается, вот просто, видимо, чувствуется. Я больше всего хочу от этих дожинок, чтобы жизнь и условия проживания мои и наших граждан изменились к лучшему. И стали более комфортными. Так и будет? Так и будет. Дороги, дорожки, дворовые территории, автомобильные стоянки, канализация, как мы сказали, водопровод, спортивные площадки, объекты, все это будет. Андрей Шуляк, Илона Иванова, Александр Тарасов, Навидн региона. Господарки Кировского района завершают уборку сбоживых. Засталось и 15% площадок. У основном это палетки, где колоссовые еще не поспели. Поведомили у райвы конками. Так само сирот лидеров по темпах уборки Бабруйский район 75%. А вот по урожайности на первом месте Шкловский район 52 с половой центнер из гектара. За имя идут Круглянский и Городский. 48 и 41 центнеру отповедно. У Могилевской области два экипажа комбайна у трехтысячников. Четыре водители перевезли по три тысячи и более тонн сбожа. Так и у лидеров снова працанники агрокомбината Зара Могилевского района, а так само Шкловских сельгазпродприемств Александриская и Амкадор Шклов. Кировник в области Владимир Доманевский особисты выказывают дячность комбайнерам и водителям за якостную працю. Лидеры Жнева у агрокомбината Зара Могилевского района теперь трехтысячники. Экипажи у Владимира Корсака и у Владимира Мельникова водители Юрий Манкевич и Лангуры Хасия. Я уже 25 лет, а вообще в Беларуси уже 30. Женился, остался. Работают все одинаково, только что кому больше повезет, то и первый получается. А так остальные не хуже работают, чем я. А комбайнеры у Владимира Мельникова и Алексея Макосова отзначают, что у их напряженной работе сдараются приемные нечаканности. Раз резко что-то прыгнуло, и сова. Все, комбайн остановили, вылезли, подняли. Пыль, вот такая как сейчас, пыль на ино, поджатки выскочила. Мы думаем не подрезали, и он пошел ненормально, целый, живая. А их много здесь. Господарки Могилевской области за выходные пересягнули золотый экватор уборки. Намолочено 650 тысяч тонн зерна с урожайностью 34,9 центра. С министром сельскохозяйства продовольствия, с губернатором области работали по Могилевской области. Замечаний практически нет. 1300 зерноуборочных комбайнов работает слаженно, хорошо и качественно. Это позволяет каждый день от 63 до 65 тысяч намолочивать зерна. Даречи, самая великая урожайность у сельга с предприемства Александрийская. Амаль 79 центнеров с гектара. Его водитель Игры Ярошоу сирот трохтысячников. Больше трохтысяч тонн перевез и Виталь Цямрук с предприемства Амкадор Шклоу. Татьяна Сергійчик, Виталь Алексеянка, Новинир Геона. Одна з умовы выниковой працы – это упевненность человека в том, что его завсюду чекает семья. Там у сонечного на дворе и у поле и дома ждали увесы малые абортники Бабрусского района с семьей, чьи мужчины являются лидерами жнева у господарцы. Александр Владимирович, разрешите вас поздравить с высоким достижением показателей на уборки урожая среди молодых водителей от районного комитета БРСМ. Гэтым разом у доме семьи Дайнека свята опередила працовный день. Супруг перевез першую тысячу тонн с Божжа жнева-2017. Молодой водитель, он же является депутатом районного совета депутатов, занимает активную жизненную позицию. Удачи ему. Ну, а мы будем рады его достижениям. Александр Некалькигот у лидерах у господарцы. Особистый рекорд – 3000 тонн перевезенного с Божжем. Дома ждет любящая жена, дети, домашний уют. Ну и, в общем, любовь от семьи ждет дома. Супруги Дайнека – каренные жихары малых бордник. Разом со школы, разом засталися у господарцы. Шесть год тому СВК-гигант дав молодой семье «Великий дом». Вместе обедаем, ужинаем, ну и, соответственно, проводим время вместе со всей своей семьей. Вместе, ну сейчас, как лето, мы можем собраться, поехать и покупаться на озере, на речке, вместе с детьми, провести время, отдохнуть. Можем с соседями вместе тоже посидеть, поболтать. Сергей Пидан – водитель СВК-гигант. У шестый раз одним из первых на Жневе перевозить тысячу тонн с Божжем. Технику подготавливаем, чтобы не ломалось. Вот, если хороший урожай, так нас практически все. Ну, только кто ранее, кто позже. Вот, да. И в этом году все будут тоже. А дома заусюду чакает семья женка, дочка, унук. Все лето на полях Бабруйского района працует 12 молодежных экипажов-комбайнеров и два молодых водителя. И обо два уже тысячники. Повиншовать с гэтым вырошили и их батьков. Быть родителями лидеров – это вдвойне приятно. И у родителей слезы радости на глазах за своих детей. После овеншивания у працовники снова берутся за работу. В Бабруйском районе убрано 57% у сбор живых. Комбайны працуют допоздна. Диана Унфальд, Иван Боровы, Новинрегион, с Бабруйского района. Не глядя на то, что лето наближается до финала, на дворе исприяет починку на пляже. И купальный сезон протягивается. Наша сдымочная группа проехалась с рейдом по зонах от починку на воде. Проверила их санитарный стан после спякотных выходных. А пушными днями на пляжах не идти яблоко упасть. Так у Могилёвы за выходные место от починку для воды наведали тысячи могилёвчан. А гэта уже понеделок – пляж на Днепры. Людей, зразумела, не шмат, зато и добра бачна, у яким стане застаўся пляж пасля активного выходного от починку. Усю парадку и на пляже так званого святого озера. Однако такая становчая картина назирается не за усёды и не усёды, кажут санэпидемиологи. Моменты нарушения санитарного состояния есть каждый год. В этом году уже были какие-то? В этом году были незначительные, но ограничивались рекомендациями, которые тут же устранялись. То есть грубых нарушений таких в период купального сезона не было. По словах специалистов, у кожных офицейных пляжа есть уладальник, які рыхтуе место от починку на воде до сезону и отказывая за их санитарный стан. Однако, каб от починок был усім на радость, треба памятать – чисто не там, де прибираюць. Бось толькі якость воды, паколь нет, повідая нормам. І купацца тут нельга. Нагадаем, на сёняшній день на Магилёшіне паранейшому забороні на купання ў девяти местах. Четыре пляжі у Костюковичах, один у Шклові на Дняпры, а так само на Вільшицкім, Палыковицкім, Гребянёвскім і городським пляжі на Дняпры – Магилёва. Саправда, кермаш – більш за 100 гандлёвых кропок з дегустацією незвычайных страв, майстер-класами і конкурсами. Свята огурка у Шклові отрималася масштабным і креативным. Городський парк заповнили господары, які пропонували разностайные присмаки з огурков. Так само презентували свою продукцию організацій і господарам. Шкловшину давно називають землёю огурков. Гэта своя сабліва бренд, які ж хары патримлюють святам у гонор зяленого присмака. Свята проводять з 2006 года і присвячаюся його збору летнього ураджаю. Тут ведаюць саме розны рецепты приготавання огурков. Малосалёный огурчик. Заліць обязательно надо тёплой водой. Соль, цахар по вкусу, пряності, спеції. Ну, об'язательно, щоб було німножко срезан і тёплой водой заливали. Наші бабушки пользовались огуречним соком як увлажняющим средством, снимаючим отёчність, отбеливаючим средством. Т.е. огуречний сок можна іспользоваць, можна замаражіваць, можна іспользоваць для кожи лиця, як примочки. Традиційно на огурковом кермаші господарі імкнуться показати унікальні експонаты, і гэта у їх отримлюєць навыдатна. Бо наш клоушані любіць експериментуваць з вирощуванням і приготаванням огурков. І привучаюць до гэтага змаленства. В цілях ознакамлення дітей з окружаючій средой мы посадили вот этот сорт і посадили обыкновенний сорт, типо родничок, щоб показать, які овощі можуть быть разные. Самі шклоушання гаворуць, што без огурков не обыходіцца навыць снеданок і нарыхтовак, за усе дыхапая. Бо тут добре ведуюць головний принцип – огуркі любіць ціплыню, вільготнасть і увагу. Катярина Градніцкая, Мікалай Собалів, Новини регіона. 14-го жніння Мядовый Спас і День пам'яті християнських пакутніків Макавею. Міна ітаў гэтай дзей на многіх крыніцах Магілёвшіны проходять святы, наприклад, каля сіньага колодзіжу, каля вёцькі стары дзейдзін у Климавицкім районі. Але традиційна самай вялікій шматлюдній Макавея адзначаюцца на блакітній крыніццей, што на слагурачыне. Каля знакомітага помніка природы, ладзі церковную службу з абрадам освячання вады і хросным ходам. Традиційна сюды праўжаюць тисячі чалавек і хадрознае рыса бутэлькі ў руках, каб набраць вады. Асноўна дзея адбываецца ля в озера, якою тварае блакітная крыніцца. Яе называюць адным з цуду ў Беларусі за частіні вады адметнага берузовага тіння. Народ лічыць яе гаючай. Всякіе надежды пітаем, што все-таки крынічка помагаець. Вада ў блакітныя крыніца заусёды адной температуры, каля восьміх радусы ўтепла. У моцныя маразы ад яе іде пар, і можна грэць ў вадзі руки. А цяпер трэба пэлная мужнаць, каб три разы павод для стародавній традицій, перайсті крыніцу, альбу окунуцца ў яе. Аднак на гэта тут выращаюцца людзі ўсіх узростаў, ад малых до старых. Как ащущення? Класс. Для чого это делаете? Здоровий город, памагаець, чытам, інтересуемся, все, приехалі. Ну, крутое ащущення было. Ну, і што ти тепер чуствуеш? Тебе холадна? Ну, мне нормально, вот, када пабуч неношка воде, тада тебе теплее становяцца. Мне нравится пасі іта ваше ащущення такоя, свабоды, какта, ну, лёгкості такоя. Ащущаюся я другім чалавекам. У православной капліцы іде богослужэння. Жизнь трична. Вернікі прычащаюцца і за адным разам освячаўць на Макавея, гарудні на новых ураджае. Принамсі моркву і мёд з добрыми надіями. Ну, це святое місце. Паэтому ми сюди приїжаєм і освіщаєм, і купаємся, і ходім. Ну, і хачу, щоб було благополуччя в каждом домі. Здоров'я всім. На благітной крынице традиційно отбываюцца абрат освячаўня воды і хростный ход. Бо ёсміркованні, што менавіта тут проткі Верніков прымали хрященні. Сьогодні здесь особый день. Канешно, празник по всему християнскому миру, но голубой крынице он особено чувствуется. Это место, которое духовно нас всех укрепляєт уже более тысячи лет. Фестываль Макавей – моя разностайну программу. Наколькі стасуюцца хандлёвай рады, выступлений артистів, со стародавним абратам, варажає для сябі кожны сам. Ті іншими словами знаходзіць тое, што йому па серцю. Але усім па серцю мядовая хандлёвай рады, тому што свято на благітной крынице, адбываюцца якраз на мядовый спас. Здоров'я, провести этот день со своими родными, кушать мёд. Дякую за перегляд!